70-й день народжения отзначил Брестский академичный театр драмы. На первые дни Брестские служители мельпомены принимали веншование и подарунки. На юбилейной вечерине побывала Катярина Страха. Ветераны сцены за взятые театралы в опытные крытыки. У Великой зале Брестского академичного театра драмы святочный вечер, как и заужды, неводного свободного места. Пусть все видят, пусть все знают, что я делаю. Юбилей Добрая Нагода подвести выники працы мастацко-творшего состава театра. Что год талиновитые артисты представляют на суд спрактикованного глядача с десяток премьер. Казки, комедии, трагедии и лиричные драмы. А международный фестиваль «Белая Вежа» за 19 годов иснования стал визитной карткой города над Бугом. За этот час до театрального форума долучились сотни тысяч актеров и режиссеров со всего света. На Брестской земле, миновиты на базе театра, проводится один из бынейших театральных фестивалей «Белая Вежа», на который проезжает вельми разный театр с вельми разными спектаклями. И то, что Брестская публика и широкая публика всей нашей страны принимает этот спектакль, оценивает это заслуга театра. А сам театр, его директор, его актеры, это вельми цикавые, вельми талиновитые, вельми працавитые люди. И на спектакли ходить вельми приемно. Я думаю, что за эти годы многое повлияло на работу театра, также наш международный театральный фестиваль «Белая Вежа», потому что это неоценимый опыт, когда смотреть на другие спектакли, на другие коллективы, встречаться. И у нас и это сотрудничество, родилось несколько совместных проектов. Сегодня у Брестским академичным театра «Драма» працует коля 200 человек. Артысты неодноразово становились призерами и переможцами розных конкурсов, уладальниками республиканских театральных премий. Шматлики постановки по праву выкликают не только цикавость глядача, а и сурвезную вагу крытыков. Мы стараемся поддерживать инициативы руководства театра по созданию новых постановок, по проведению фестивалей театральных, это тоже известно. Ну и, конечно, труппа должна гастролировать. В целом, наш Брестский театр драмы и музыки – это театр оптимизма, он, как раньше в песне пелось, и строить и жить помогает. На юбилейной вечерине, подяками и гоноровыми грамотами Министерства культуры, отзнашили лепших служителей в Брестского храма Мельпомены. У их лику и заслуженный артыст Беларуси Константин Перпялица, который поднимался на театральные подмостки Брестского академического театра драмы, не излеченную колькость раз. У творческой скорбонцы Константина Ивановича больше за сотню ролев. «Сорок восемь лет в этом театре, один месяц и двадцать четыре дня. Сегодня такой день, юбилей, надо знать, сколько ты тут души вложил. Тот состав, который был, его нельзя сравнивать с этим. Это другая школа была, другая ментальность у людей. Там были люди военного периода, послевоенного периода. Там было еще очень блистательных педагогов из Беларуси, из Минска. И вообще со всего Советского Союза собирались». «Это молодые, вельми таки театры, которые находятся у Пошаку, какие великие потенциалы, сподявився великие перспективы. Так что могу им пожадать только успехов, только новых Пошаков, новых, интересных премьер. Ну и, зрозумело, удачных глядачов». Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.